За многие годы как-то сложилось, что картофель, морковь и свекла были самыми дешевыми овощами в России. Теперь их стоимость зашкаливает даже в южных регионах страны. Особенно отличилась морковь, бьющая все ценовые рекорды. В Минсельхозе говорят, что такое повышение типично для летнего сезона, а снижение цен придет вместе с новым урожаем. Но с точки зрения экономики все намного сложнее, и обычно сезонностью объяснить такой рост нельзя. Тем более, что в 2020 году цены на овощи за аналогичные периоды были ниже. Подробности в следующем сюжете. Экономисты и производители выделяют несколько причин роста цен. Первое, самое очевидное – это инфляция. Причем не только в России, но и во всем мире. Такое объяснение на прямой линии с гражданами России дал и глава государства, отвечая на вопрос жительницы центральной полосы, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Тогда Владимир Путин отметил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие происходит везде, а своей российской продукции не хватает. Сравнивать Нинский автономный округ с регионами центральной полосы России и вовсе не приходится. Здесь продукты питания, в том числе и овощи, всегда были и будут более дорогими. По крайней мере, до тех пор, пока у округа не появится круглогодичное наземное сообщение с большой землей. Сколько стоит сегодня в магазинах Наринмара обычный борщевой набор, узнали в ходе мониторинга цен на продукты данной категории в городских продовольственных магазинах. Цена, которую мы видим на прилавке, зависит от цены поставщика продукции. Чем выше цена реализации, тем выше цена, которая у нас здесь указана. Чем ниже цена, соответственно, цена снижается на наших прилавках магазинов. Пообщались с предпринимателями, торговая наценка на данный продуктовый набор минимальная. В настоящее время средний ценник на борщевой набор, который включает в себя морковь, свеклу, картофель, лук и капусту, в Нинском округе составляет примерно 416-420 рублей, без мяса, разумеется. А средний ценник по России – 310 рублей. Разница в цене связана с логистикой, труднодоступностью региона. Хотя в период навигации стоимость завоза в округ должна, по идее, снижаться. По данным профильного ведомства, в ближайшее время все-таки ожидается снижение цен на данную группу товаров в связи с поставками нового урожая. В прошлом году, например, выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Чтобы сдержать цены, правительство заключило соглашение с производителями и торговыми сетями, начало обслуживать производителей и ввело повышенные таможенные пошлины. Как отмечают в правительстве, регулирование дает свой эффект, но не по всем видам товаров. Что касается продовольственной инфляции, в мае 2021 года, то она превысила 7%. Это, по словам экономистов, максимум за последние пять лет. На морковь и на свеклу были повышенные цены. Сейчас с каждым разом приходят дешевле. С каждой машиной у нас по вторникам свежие овощи, завоз свежих овощей и фруктов. И цена падает с каждым разом, но все зависит от закупки транспортных. Как отметила Юлия Владимировна, рост цены на морковь и свеклу был необоснован со стороны поставщиков. Зимой стоимость в среднем пресловутой моркови для борща не превышала 60 рублей за килограмм. По весне выросла в два раза, как и в большинстве регионов страны. И стоит сейчас от 120 рублей за килограмм при тех же наценках, а то и еще дороже. Остается только подождать поставок нового урожая. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал Север.